Здравствуйте, оператор Наталья, я слушаю вас. Здравствуйте, девушка. Я из города Шахтерска. Я вот хотела обратиться. Сегодня у меня ребенок инвалид. В Шахтерске раздавали гуманитарку. Вот некоторые получили тушенку, там, звущенку. У меня пошли дети получать помазок и получили пластицитом, кашу, три упаковочки, кому-то как-то ложат, я не знаю, я не понимала. Кому-то ложат, или что это такое? Как вас зовут, скажите, пожалуйста. У меня Ирина Юрьевна. Ирина Юрьевна, откуда вы нам звоните? В Шахтерска. Ирина Юрьевна, с 14 марта представители самопровозглашенной Республики Бенэр объявили запрет на работу гуманитарного штаба Ренето Ахметова «Поможем». Мы не выдаем продуктовые наборы выживания. Что и от кого вы получили, это уже, ну, как бы, не наши выдачи. Мы не несем ответственность за то, как формируются другие наборы, наборы других организаций. А что у вас в наборе было? Что вам дали? Ну, дали, это, одну крупу, одну сахар, одну муку. И этих, упаковки этих, ну, пряников. Ни масла, ничего подсолнечного не было. Ни тушенки, ничего. Ирина Юрьевна, ну, смотрите, есть на этих продуктах стикера, на которых, например, написано, что это за организация, номер телефона, посмотрите, есть там такие вот приклеенные наклеечки. А, вы знаете, они ложили, слаживали в пакет. Мы со своим пакетом пошли, они поналаживали и принесли, короче, что не надо, то и дали детям. На предметах набора есть стикера с данными от той организации, которая вам выдавала наборы? А, да, есть. Поможем, поможем, вот, гуманитарный штаб, фонд Рината Ахметова. И на всех, на всех предметах вот такие вот стикера? Сейчас еще это, она на, ну, на этом есть, на пряниках, да. А еще на чем? А, на соли есть, соль, упаковка, да. Так, и еще на чем? И на сахаре, да. Так, угу. Ирина Юрьевна, с 28 февраля представители самопровозглашенной ДНР, вооруженные, заблокировали работу стадиона Татбас-Арены. С 28 февраля мы не имели возможности контролировать, смотреть, ну, как бы, работать, и что происходило с нашими наборами, в каком состоянии они хранились, как это все проходило. Мы уже за это не могли нести ответственности. Точно так же сейчас получается, что это просто наши продукты раздают другие люди, другие организации, и уже за комплектацию этих наборов, за качество этих продуктов мы не несем ответственности, потому что мы не могли это контролировать с 28 февраля.